Есть такие две технологии, которые призваны уменьшить input lag и уменьшить screen tearing, то есть разрыв, который иногда возникает в динамических сценах между разными кадрами. Он очень хорошо заметен, особенно на большом FPS, и очень раздражает. Одна технология называется G-Sync, ее придумала божественная NVD, технология закрыта, всяких уебанов туда не пускают и работает она прекрасно. У Амуде есть симметричный ответ, кусок говна, который называется FreeSync. Несмотря на то, что эта технология открыта, она нахуй никому не нужна. Но тем не менее, поскольку мы проживаем в говнорашке, усрорашке, белорашке, казах-засражке и тому подобных уебанских странах, нам не до мониторов с G-Sync и FreeSync, потому что они стоят дохуя. У нас у многих еще VGA-шные говномониторы, старые как говно мамонта. Соответственно, для нищеброудов покажу, как сделать G-Sync для нищих. Первое, что нужно сделать, это разогнать монитор. Я уже рассказывал, как это сделать. Не все аутисты, впрочем, с этим справились. Кто-то застрял на 66 Гц, у кого-то все заглючило и вообще теперь черный экран. Но в большинстве случаев все-таки получается разогнать даже не игровой монитор до 74, а лучше 75 Гц. Именно этот режим нужно задать. Благодаря этому режиму еще и меньше будет мерцать подсветка. Это первое, что нужно сделать. Дальше в настройках игры нужно отключить вертикальный синхроимпульс, то есть вертикальную синхронизацию. Дальше заходишь в настройки панели NVD и ищешь там глобальную настройку вертикальной синхронизации. По умолчанию она будет использовать настройки приложения. Это та самая настройка в играх, которую мы только что отключили. Соответственно, здесь нужно выбрать режим, который называется быстро. Это тот самый режим, который выкидывает те кадры, которые приводят к разрыву картинки и оставляет только нормальные четкие кадры. Собственно говоря, все. Вот так у нас было без включенной быстрой вертикальной синхронизации. Хорошо видно, что в динамичных сценах картинка рвется. А вот так картинка в динамичных сценах выглядит со включенным быстрым вертикальным синхроимпульсом. Как ты видишь, тиринга не наблюдается. И что важно, не появляется input lag, то есть не начинает мышка быть вазелиновой такой, как это часто случается, если включить вертикальную синхронизацию в той же CSGO. Соответственно, играть станет намного комфортнее. А как же добиться этого же самого эффекта на Амуде? А хуй его знает, Амуде не захотел оплатить, поэтому сиди, изучай матчасть и раскрывай потанцевал сам. Без меня. Я бог ютуба. Лайк, подписка, бубенцы.